Всем привет дорогие друзья, с вами Мэттскрим и сегодня спойлеры на следующую неделю. Какие события нас ожидают и подробности переработки Рассела и Дрейка. Да, их все-таки усилили и сегодня поговорим как именно. Итак, самое основное событие о следующей неделе это дроп из компании. Магазин с наградами будет выглядеть вот так. Артефакт колокол демона. Завтра подробнее поговорим о этом артефакте и обо всем остальном. Помимо этого, события казино. Основная награда веса на полное выполнение нам нужно 240 фишек. Следующая это сундуки за гемы. Первый сундук самый дорогой за 8 тысяч будет содержать мимо 30 тысяч гильдейских монет и 30 перьев. Также все остальные награды вы можете увидеть на экране. И помимо этого будет добавлен новый магазин за перья, который будет доступен только на момент события компании, насколько я понимаю. В общем, он будет открываться раз в месяц. И в продаже на следующей неделе будут пистолет, жезл жуи, конфета и панишер. По 400 перьев мы сможем приобрести данные артефакты. Что касается цены, то можно сразу сказать, что это для лютых донатеров. То есть, если, к примеру, у вас еще команда не 15 звездочная и в ней нет метовых героев, то смысла от этого магазина для вас нет никакого. Так как за перья вы можете собрать какого-то реально крутого героя, который даст больше для вашей команды в том же ПВП. Потому что данные артефакты стоит брать только под ПВП. В ПВЕ мы можем обойтись и без них. Но по поводу этого магазина я также поговорю еще завтра подробнее. Помимо этого будут вот такие вот паки в продаже. И напоследок переработка Рассела и Дрейка. Итак, друзья, что касается Рассела, то тут ему подняли довольно-таки неплохо урон. Значит, активная способность. Увеличен урон с 1500% до 1600%. И также стрелы света, вот эти пассивные, которые постоянно дрючат противников. С активного навыка теперь Рассел будет получать не три стака этих стрел, а четыре. Соответственно, будут больше атак пассивных наносить эти стрелы. И это очень круто скажется в бою. Помимо этого, в первой пассивке увеличен его святой урон с 60% до 80%. И в самой последней пассивке также увеличено получение вот этих стрел света с одной до двух. Это те стрелы, которые он получает в конце каждого раунда. И также не обошли Дрейка. Его также неплохо переработали. Значит, его метка черной дыры теперь взрывается не через два раунда, как было до этого, а в конце каждого раунда. В конце раунда, в котором он нанес вот эту метку. Обычно он это делает самым первым. И также снизили урон данной метки, учитывая то, что она теперь так быстро взрывается. Со 100% урона, который она накапливала от атак ваших союзников и также Дрейка. До 60% на последнем уровне. И снижение всей защиты героя противника с самым низким здоровьем. Теперь будет срабатывать не только, когда Дрейк наносит обычную или активную атаку. А на старте боя. То есть, как только начинается бой, какой-то противник уже будет находиться под этим дебафом. И также в конце каждого раунда. И помимо этого, Дрейк сам может еще накладывать этот дебаф. То есть, это будет происходить даже, когда Дрейк находится в контроле каком-то. Это более стабильно и теперь Дрейк заиграет по-новому, учитывая его переработку. В общем, друзья, обоих героев нормально усилили. Поэтому буду смотреть, буду тестить. И покажу вам скоро это на одном из видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте лайком, если было полезно. Пишите ваши вопросы в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok